добрый день всем добрый вечер сегодня я вам расскажу о такой интересной неоднозначной вещи как фотографии социальные сети думаю все с ними сталкивались поэтому не будем много говорить о том что это и я расскажу о том как два этих явлений изменили наш мир изменили нас изменили отношения в мире вот первое что принципе изменили социальные сети и вот это расстояние между людьми теперь вы ваш знакомый или друг делают фотографии где-нибудь фрио-де-жанейро и вы через пару секунд увидите все это в харькове вот другая ситуация которые изменили социальные сети это вы можете с точностью примерно до метров узнать где были ваши друзья смотреть эти места сказать о вау классные туда тоже хочу вот благодаря социальным сетям мил мир стал удобнее и проще вот сейчас мы уже не записываем ничего что мы хотим рассказать мы чаще всего делаем какой-то скриншот делаем снимок вот и говорим вот посмотри вот второй вариант когда мы перестали пользоваться как таковыми какими-то вещами например можно уже не покупать журналы мод можно уже не ходить на коллекции модные показы дизайнеров достаточно зайти на блок модного дома или дизайнера и посмотреть что сейчас модно в этом сезоне вот независимости от того что вы предпочитаете пожалуйста можно современное можно экзотические вещи какие-то теперь благодаря фотографии можно узнать какие-то необычные вещи которые вы раньше могли принципе этого не ни разу не видеть вот в частности это снимок который солнечный протубиранец с инстаграма наса вот который я бы до этого на самом деле никогда бы не видел даже не интересует даже очень интересуюсь такими вещами вот теперь если вашим друзьям понравилось обслуживание понравилась сервировка они не рассказывают вам этого они просто вам присылают ссылочка горят посмотри какой красивый какая классная вещь какие классные вкусные штуки я сегодня ел или ели да это жестоко постит такие вещи показать вечером но к сожалению а вот так же благодаря социальным сетям можно увидеть какие-то забавные интересные штуки причем это могут быть даже такие вполне несочетаемые вещи как котики наука и химия а также у социальных сетей социальные сети изменили отношения между людьми вот если раньше для того чтобы привлечь внимание противоположной половины нужно было много каких-то усилий прилагать то теперь человек может увидеть и захотеть своими встретиться поближе только благодаря вашим фотографиям соц сетях вот так же это может привести к противоположным последствиям в частности есть цифры что 2011 году треть всех разводов которые произошли великобритании правы указывали одну из причин активность противоположной половины в сети фейсбук вот цифры тоже за 2011 год для шага говорят о том что одна из пяти причин разводов тоже назывались опять-таки действия супруга в социальной сети вот так к сожалению у социальных сетей есть такой момент что они также могут стать причиной социальной изоляции если раньше для того чтобы пообщаться с человеком узнать как у него дела что нового брали чай брали конфеты шли в гости общались распрашивали то сейчас вы можете зайти посмотреть увидеть его фотографии понять у человека все хорошо все в порядке можно не ходить вот с другой стороны в социальных сетей есть очень большой момент если друзья или близкие вам люди которые далеко уехали вот не могут рассказать о своих событиях или что-то вы можете зайти в сайт зайти в их инстаграм к сожалению тут маленькая техническая к сожалению да да манки вот зайти в инфо инстаграм и увидеть какую-то вещь например ну двух словах расскажу это было свадебное платье невеста и красивый берег вот и вы сразу понимаете что у людей произошло можно даже ничего не рассказывать сейчас инстаграм также позволяет заглянуть практически любой уголок мира частности увидеть как сегодня выглядел африканский рабочий который нес какие-то вещи на продажу на рынок вот или как выглядела сожалению опять-таки интернет прошу прощения вот он недостатки нашего века как выглядели фото в волны на гавайях это были именно они прошу мне поверить на слово вот так же никого не увидит не удивить сейчас иллюстрая какие-нибудь экзотическими фотографиями которые раньше могли увидеть только натуралисты или увлеченные живой природы пожалуйста вы хотите увидеть как выглядят хамелеоны по-настоящему вот эти красавцы а вот также благодаря социальным сетями фотографий многие люди творческие многие люди которые любят творить что-то создавать могут рассказывать о себе не только на выставках не только на каких-то специализированных вернисажах теперь достаточно зайти в инстаграм примеру художника это инстаграм одну из харьковских художниц и вы увидите как протекает по-настоящему работа из чего состоит этот сложный интересный мир вот и в принципе если вы хотите что-то сказать человеку выразить все восхищение выразить как вам понравилась работа вот вы можете опять-таки не ждать экспозиции вы можете увидеть все это и написать тут же комментарий человеку вау классный я хочу прийти на вашу выставку также социальные сети изменили не только отношения между людьми но и также те профессии изменились и подход к многим вещам сейчас чтобы продавать или предлагать какие-то вещи многие скажем так компаниям многие производители могут даже ничего не создавать не писать каких-то рекламных длинных текстов они вставят соответствующую фотографию вот и и зритель понимать о классная вещь мне бы такую вот также сейчас очень часто такая вещь что появились новые профессии которых не было до этого частности такая профессия как и сами менеджер я к сожалению не буду коверк английский язык скажу что это расшифровка менеджер социальных сетей по сути в основном связано как раз тем что человек большую часть времени проводит работы с фотографии социальными сетями блогер тоже модная достаточно популярная нынче ныне вещь тоже в общем-то тесно связан с фотография социальными сетями к сожалению может быть и противоположная ситуация когда работодатель увидев фотографию которую вы поставили в социальной сети или какой-то неосторожный комментарий может вас уволить частности пример вот этом это в апрель январь 2013 года россия компания аэрофлот уволилась в свою бортпроводницу за фотографию размещенной в соцсети и подпись которая там на к ней находилась вот причем что интересно интернет помнится сама фотография была размещена 2011 году а увольнение произошло 2013 вот другая ситуация американская учительница математики штата колорадо вот долг на долгое время была отстранена от занятий и находился не старте на отпуске из-за того что родители начали возмущаться фотографиями которые напостят в инстаграме ну вот или еще более такими развеселыми вот которые могли увидеть дети и соответственно зайти как такой человек сказали не может учить наших детей но на самом деле социальных сетями не все так плохо наоборот они могут вам принести работу вот в частности американский дизайнер брэн глинсон вот получила работу благодаря тому что разместил свою портфолио очень региональным образом он вручную сварил бутылки пива вручную форме упаковку вручную все украсил это все вот и через некоторое время на него обратили внимание и он получил должность технического креативного директора маркетинговом месте течь тонн также изменила фотографии и отношения вообще к фотографии как искусству если раньше люди фотографировались для того чтобы я хочу фото чтобы поставить рамочку я хочу фото отослать бабушки но сейчас яндекс и google вот не дадут соврать что большая часть людей все-таки хочет фотографий для аватарки или для нового социального профиля соц сети вот также изменились подходы брендов сейчас они стараются быть ближе к людям и так чтобы не просто это была какая-то реклама красивых картинок а просто размещая своих социальных профилях фотографии известных спортсменов с их продукцию данном случае это nike это достаточно известный не в нашей стране но starbucks раньше как бы компании нет уделяли так много внимания чтобы и не было это так просто также фотографии социальные сети помимо изменили отношения публичных людей к своим к нам для того что ранее чтобы увидеть какую-то фотографию публика короля государственного деятеля или тому подобное известного человека возможным нужно было быть шпионом вот или чили близким человеком сейчас вы можете зайти на официальный инстаграм букингемского дворца видеть такую фотографию елизаветы второй ныне здравствуйте королевы англии вот так же вот эта фотография его ее внукам принца уильяма который сфотографирован с своей маленькой дочерью вот сейчас сейчас можно в общем то такие вещи достаточно легко встретить также фотографию социальных сетях может поколебать даже политически государственных деятелей это пример который произошел в январе 2012 года венесуэле дочь президента на тот момент уго чавеса сфотографировалась долларами выложила снимок фейсбук вызвало огромный то скандал и резонанс потому что 2013 года венесуэле было запрещено вообще любой оборот доллара любых а тут такой конфуз в общем то вызвало много нападок много критики со стороны оппонентов также неосторожное обращение с фотографии социальными сетями стоила конгрессмену американскому энтони вегеру 2011 году своего поста он вместо того чтобы отправить личное фото только одному человеку перепутал кнопки то ли не усмотрел разницы отправил фотографию всем вот в результате поднялся огромный скандал который еще усиливался того что он до этого был примерным семьянином ратовал за какие-то такие может быть пуританские вещи и вообще за крепкую семью и тут такой конфуз в результате его вынудили уйти со своего поста также в социальной сети изменили отношение правоохранительных органов к своей работе очень часто преступники сами помогают их поймать частности как этот молодой человек левит чарльз рирдон в апреле 2015 года лайкнул запись о собственном розыске на сайте вот причем сделал это из своей естественно своего профиля фейсбука который помогла быстро найти его вот это он скрывался около по-моему трех или четырех лет вот дорогая ситуация вышедший недавно из тюрьмы американец дензел биггса вот разместил фотографию с оружием своем профиле фейсбуке хотя по условиям освобождения ему нельзя было даже прикасаться к оружию соответственно правоохранители очень быстро это ошибку ему объяснили тоже что вы не думали что это все происходит только за рубежом к сожалению да снова с интернет против нас двух словах расскажу это уже про это сентябрь 2015 года украина полиция патруль задержал машину с женщиной и также мужчины без документов пока его везли для того чтобы в участок чтобы выяснить ну или отделение милиции а вот выяснить его личность патруль загуглил фотографию загуглил имя задержанной и нашел фотографию на которой был изображен разыскиваемый мвд сергей калинский калиновский вот и тут же его идентифицировали поместили под стражу до этого он что-то около 8 лет скрывался от розыска и избегал наказанием также во многом сейчас благодаря социальным сетям люди которые раньше были не связаны с журналистикой или те которые раньше нет не считали скажем так возможно влиять на какие-то мировые процессы могут это сделать в частности здесь пример британского сайта британского проекта который основывается на независимых расследованиях на информация которая размещена в открытых источниках от основном сети соцсети различные и в частности вы можете увидеть что вот они нашли фотографии использования оружия и на самом деле очень много всякой информации выкладывается в сети которую можно при желании при необходимости следовать и на благо в общем-то правоохранительных ну или органов или в принципе на благо закона возвращать вот но и порой благодарность безымянным к сожалению поскольку не могу с ними лично кому пожать руку люди людям или аккаунтам которые предоставили иллюстрации для моего выступления и пара слов непосредственно перейдем от таких прекрасных вещей социальные сети фотография в практике в частности несколько если советов по поводу как лучше делать улучшить свои фотографии чтобы то что вы фотографируете то что поиски в социальных сетях выглядело интереснее одна из самых хороших идей заключается в том чтобы вы тоже самый важный самый нужный самый замечательный сюжет который вы хотите сфотографировать вы помещали не в центр как очень часто делается а пытались разместить на пересечении двух вертикальных или горизонтальных линий многим возможно известно это право этот принцип как правило третий вот но даже если вы не фотографируете красивую природу а фотографируете людей то вы когда фотографируете человека можете размещать самую важную часть лицо или его глаза на на 1 3 или на пересечении для вертикального формата такой вариант тоже возможен просто он будет вылечить по-другому спасибо за внимание вот тем кто хочет и с удовольствием пользуется хэштегами предлагаю по фотографии те которые вы хотите чтобы мы увидели или поделились добавлять хэштег 15 на 4 вот и мы будем их видеть в инстаграме вопросы да кроме всего прочего еще остались такие важные пятна как зависимость социальных сетей недостатки общения людей как сайт ну скажем так я не могу рассуждать о всех социальных сетях я могу сказать на своем примере я вижу в социальных сетях скажем так палку двух концах вот когда и скажем так некоторых ситуациях я понимаю что проружу очень много времени социальной сети может быть больше чем оно того стоило и да от этого страдает какие-то ну скажем так вещи которые мне нужно было бы делать да в какие-то моменты я вместо того чтобы действительно пойти в гости позвонить узнать как у человека дела могу просто зайти в профиль вот посмотреть а у него все в порядке жив-здоров ну окей можно и пока не ходить с другой стороны если человек друзья например уехали куда-то далеко и мне очень хочется узнать как у них дела вот если раньше мне приходилось там писать письма ждать пока письмо почта дойдет не дойдет вот то сейчас я могу написать и узнать хотя бы ну не знаю как жив здоров и все ли хорошо поэтому я думаю что все зависит от чего как использовать вот безусловно есть моменты когда люди социальных сетях пытаются найти то чего им не хватает внимание поддержки но как вот я приводил пример люди говорили что виноват фейсбук в том что в разводах на самом деле их поведение в сети фейсбук если бы не было фейсбук они сидели общались на лавочке они походили в какие-нибудь клубы по интересам общались бы там то есть скорее социальные сети не скорее обостряют проблемы но не создают мое мнение такое ну не среди всего прочего то есть можно получить так можно через социальную сеть да более важно скажем так смотреть на фотографии социальных сетях получать путешествия своих людей хорошо спасибо я считаю что если у вас есть такая возможность и вы можете выбирать то однозначно конечно общение в живую то есть написать письмо письмо приятнее получать даже потрогать бумагу которую вы читаете человек написал если прийти в гости к человеку посмотреть его фотографии даже о том же самом социальных сетях послушать его мнение то есть я говорю если есть выбор то я за то чтобы живое общение больше живого общения да я понял но интересный вопрос принципе мы как-то ушли больше социальные сети не чистый фотографий вот но обычно я практически те же самые вещи которые пишу я их и говорю для меня нет какого-то такого барьера о я это могу только написать вот ну разница может быть в том что письменная речь я более так поражаюсь красиво более развернутом я рад тебя видеть как у тебя дела отлично там выглядишь о хорошо что ты там ну вернулся выздоровел то есть обычные простые человеческие слова но скажем так письменное общение позволяет чуть-чуть меньше ну как не так бежать за мысль не так бежать за своим словом да можно посмотреть перечитать обдумать но как по мне это этого никак не меняется не то что ты говоришь не эмоции то есть если ты их выражаешь искренне как бы почему нет можно из через письменную речь и вот так еще вопросы очень интересный вопрос скажем обычно людей раздражает то чего у них нету вот поэтому скажем так а ну это в том числе да вот но если говорить о вещах которые люди люди видят в социальных сетях обычно раздражает то допустим ты сидишь где-нибудь в жарком душном офисе вот просматриваешь скриншоты с погодой с какого-нибудь не знаю греческого острова вот и понимаешь что вот ты там и это может раздражать скажем так есть общая тенденция которую можно сказать о фотографии фотографируйте то что интересно не только вашим соседним близким друзьям которые вас знают а фотографируйте такие вещи которые были бы любому человеку интересны вот например если допустим вы даже не интересуетесь а ай-яй-яй ладно даже если вы допустим не интересуетесь как старыми дверями вот ну или как бы вы не плотник по профессии но можете увидеть красивые фотографии старой двери вам она понравится вот при этом она вам понравится просто потому что она интересна необычна вы такой никогда не видели а не потому что это дверь вашей бабушки друга или кого-то то же самое касается фотографии еды который очень часто многие считают скажем так дурным тоном фотографии бы тоже бывают разные если это скажем так надкушенной пирожное с вилкой то это как бы сам факт того что я ел пирожное вот а если это красивые фотографии на фоне чего-то там белой скатерти и вы смотрите понимать о классная штука я хочу такой я загуглю эту картинку посмотрю как это можно приготовить вот то есть что-то что может быть интересно не только мамы вашим друзьям а вообще любому человеку вот скорее такой критерий да сейчас юные адепты туристической нейробиологии очень часто любят рассуждать о том что сознание человека можно будет загрузить компьютер как говорят и что многие сознания людей между собой рано или можно будут связаны и вот первым шагом к этого процесса они как раз таки называют вот социальные сети и том что настолько сильно мы можно связаны друг с другом то есть совершенно незнакомые люди могут очень сильно и быстро влиять на жизнь других людей как вы думаете это ну справедливо это действительно один из шагов такому объединению между людьми или вы думаете что это слишком громко спасибо за вопрос необычный такой вариант взгляд на социальные сети и вообще общение скажем так я думаю что социальные сети помогают общаться помогает уменьшать границы и благодаря ним мы действительно становимся ближе к друг другу приведет ли это к будущему к тому что мы станем настолько близкими что мы будем перестанем существовать как личности как физические тела и станем существовать только виртуальном мире не знаю посмотрим лет через 50 технологии просто развивается сейчас настолько стремительными темпами что многие вещи которые раньше казались фантастикой например ну там узнать где были ваши друзья если вы не шпион вот сейчас это уже обычная реальность никого не удивлять так что возможно ли через 20-30 может и меньше мы действительно будем жить двух версиях реальности в обычной так сказать оффлайн и онлайн со своими городами биржами какими-то взаимоотношениями вполне может быть спасибо всем